Знаете, главная проблема на выборах мэра Москвы состоит в следующем. Собянин победит в данной ситуации, он победит любого из возможных его соперников. Даже если бы пошел Прохоров, даже если пойдет Навальный, Мельников, Митрохин и кто-либо еще, он победит. Но его победа должна быть чистой, убедительной и красивой. Должна быть высокая явка. Надо, чтобы были желательно сильные соперники. Нужно, чтобы он победил в первом туре с хорошими процентами. Нужно, чтобы выборы прошли без фальсификации, без скандалов и так далее. Вот эти четыре фактора очень важны для судьбы мэра, для ситуации в Москве и для ситуации в стране. Потому что Москва это город, где живет 10% населения России. И Сергей Семенович Собянин это человек, который, конечно, претендует не только на роль и на должность мэра Москвы, но видит себя возможным преемником, так сказать, Путина. Поэтому для него очень важно получить хороший результат здесь, в Москве. Все то, что сейчас происходит, все работает против Собянина. Во-первых, отсутствуют сильные соперники, отказался Прохоров. Во-вторых, не предвидится пока высокой явки, поскольку нет никакой интриги, не будет столкновения мнений, не будет шоу. И люди просто, если им это не интересно, на выборы не пойдут. В-третьих, непонятно, что будет с общественным контролем, с фальсификациями. А по поводу Москвы были самые крупные, самые большие скандалы на всех последних выборах, которые были. На выборах президента и на выборах, особенно на выборах государственного дома. Все эти факторы работают против Собянина. Как штабу Собянина удастся с ними справиться, вот это главная интрига этих выборов.